слава богу братья и сестры знаете бог дал такую возможность просто быть вместе в маленьком общении и просто прийти пред богом чтобы искать его волю чтобы искать то что он желает для нашей жизни на природ аминь для этого собрались чтобы искать как господь поведет нас дальше знаете я когда мы ехали сюда мы планировали просто прибытие просто поучаствовать этой молитве где бог положил такой одну мысль на мое сердце господь не моя воля на твоя воля пусть будет знаете если посмотреть на то что вас происходит вокруг нас нашем мире очень часто знаете люди хотят своей воли люди везде говорят о своей воле что они как они хотят жить что не хотят чем они требуют знаете иисус он он показал нам немножко совсем другую сферу где он придал свою волю пред отца небесного я хотел немножко поделиться об этом перед нашей молитвой и мы откроем это будет от марка 14 глава 32 стих и некоторые стихи от здесь которые написано пришли к селения называемая гевсимания и он сказал ученикам своим посидите здесь пока я помолюсь и взял с собой петра якова яна и начал ужасаться и тосковать и сказал им душа моя скорбит смертельно побудьте здесь и бодрствуйте и отойдя немного пал на на землю и молился чтобы если возможно миновал его этот час и говорил оба очи все возможно тебе проноси час чашу эту мимо меня но не ничего я хочу а чего ты и знаете братья сестры я хотел просто этой мысли поделиться сегодня господь мы пришли на это место мы говорим господь пусть не будет наша воля не наше стремление то что мы захотели но пусть будет воля твоя знаете очень часто нашей жизни я так смотрю что получается в жизни очень часто не так как мы хотим то что мы спланировали знаете на тот год очень много поменялось даже для меня затем умели поездка какие-то мы умели желание поехать с ним бог как-то взял и так сделал ситуацию повернул что не наша воля было не не видели то что мы планировали сначала в этого года но сегодня знаете бог ложит на наше сердце что он хочет чтобы мы пришли пред ним или господь не моя воля да будет но твоя воля и знаете иисус первые пункты ли то что я хотел поделиться когда иисус говорил это почему он это говорил почему он пришел пред этим моментом своей жизни когда он пал на свое лицо и говорит господь не моя воля но твоя будет знаете в этом в этой сфере апостол павел говорит филиппинцам что иисус он не посчитал хищением то есть чтобы из сойти с неба и принять образ раба не только человеческий образ но образ раба самый низкий образ чтобы почему чтобы принести славы отца небесного на эту землю чтобы показать что они не слава не в человеке что слава не в иисусе даже христе но слава вся принадлежит господу и сегодня знаете когда мы будем приходить пред этой молитве я думаю можем мы можем посмотреть своей жизни господь живу ли я для твоей славы в каждый день своей жизни прославляю я твое имя через моей жизнь через то что я поступаю как я а куда я езжу что я говорю куда я с кем я общаюсь прославляется ли имя господне через нас и знаете когда мы смотрим на иисуса христа каждый день он приходил господь не моя воля на твоя воля да будет когда знаете он приходил на в тихое место и вот очень часто люблю даже когда мы едем просто на природу или на горах или просто даже в поле где-нибудь просто побыть в тихом месте и просто начинать общаться с господом на природе знаете говорит господь что ты желаешь для моей жизни какой знак какой пусть ты приготовил для меня для своей жизни и иисус когда он приходил к этим моментам он написал он говорил что я не совершаю не мою волю я совершаю но волю пославшего меня на эту землю и то же самое господь он хочет сегодня открыть свою волю для вас для меня показать куда он хочет провести нас в это время знаете вот просто буквально на этой прошлой неделе у нас была возможность просто пойти по улице поговорить с людьми просто пообщаться проповедовать евангелие просто с людьми которые живут прямо возле нас я так смотрю господь у меня было желание ехать совсем другую страну совсем до других иностранцев и там проповедовать слово твое но господь что он делал он берет и поворачивает и посылает нас прямо в свой город где мы выросли где мы росли где мы понимаем язык и можем говорить с людьми иисусе христе и там знаете был один человек который мы с ним общались и он и он наш он мы даже просто прошли он сидел в коляске и он мы остановились возле него и он первое что он говорит знаете я знаю что вы христиане а я так посмотрел на него почему ты это знаешь как-то ты знаешь она ваш доме как вы произносите себя ваша улыбка на лице то что вы несете с тобой мы знаем мы видим что и с вами есть господь и знаете я так просто помыслил о господь почему он этот человек это увидел он это увидел потому что мы молились мы просили господь ты иди с нами ты ходи перед нами ты ходил сзади нас когда мы проходим эту улицу чтобы люди они просто чувствовали твою благодать когда мы идем когда мы идем просто по этой улице знаете когда мы ищем воли отца небесного бог он идет с нами аминь господь бог сам посылать свой дух и он идет с нами и второе знаете что если сделал он проводил каждый день общения своим отцом он проводил каждый день общения своим отцом и знаете были моменты своей жизни где он Очень часто он ездил, он ходил, он передвигался, он на лодке переплывал, он был очень занят, он уставал. Но он всегда находил это время, когда он мог получить это откровение ежедневно на каждый день в своей жизни. Знаете, Иисус, он был Богом, он уже знал все наперед. Но почему-то он показал нам пример, чтобы ежедневно получать откровение от Господа на каждый день. И знаете, в своей жизни я это просто заметил, Господь, как важно, когда день начинается, вот мы идем на работу, даже пример, я иду на работу и говорю, Господь, покажи Твою волю на этот день. Пусть будет Твоя воля на этом дне, даже с кем я буду общаться, с кем я буду беседовать, с кем я встречусь, может быть, даже на улице, просто чтобы была Твоя воля на той земле. И самое последнее, третье, что Иисус сделал, это Он служил людям, Он служил каждому человеку с очень откровенным, таким распятым сердцем, то есть открытым сердцем, с очень искренним сердцем. Он смотрел на боль людей. Знаете, я просто хотел спросить для себя вопрос, когда вы идете на улицу и когда видите человека в проблеме, что происходит в нашем сердце? Когда мы не в духе, знаете, я заметил, просто мы можем подумать разные мысли, человека поставить на свое место, знаете, этот человек, он достойный оттого, он лэйзи, не работает, не хочет. А когда мы побудем с Богом в духе, что в нашем сердце? Мы автоматически, это приходит такая любовь и сострадание помочь этим людям, помолиться за этого человека, услышать его историю, помочь ему. Почему? Потому что Бог работает в нашем сердце. И Иисус, знаете, когда Он был на этой земле, и Он был своими учениками, и Он говорил такие слова им, что когда вы будете служить людям, вы не служите, то есть вы не поступаете так, как в этом мире. То есть в этом мире есть разные постановки, есть те, которые в правительстве, те, которые служат другому, но вы будете как слуги, вы будете как servants, those who are the lowest servants, who are able to serve. Те, которые по самой долине могут послужить и поблагословить кого-то, который, знаете, в проблеме, кто-то в тяжелой ситуации. И сегодня, перед тем, как мы будем молиться, я хотел просто поделиться, чтобы Господь, наполнил наше сердце с этой желанием, Господь, пусть воля Твоя будет на этой земле. Даже если мои планы поменялись, даже если то, что я спланировал, то, что я хотел, то, что я хотел видеть, может, в этом году, то, что я хотел видеть в своей семье, может быть, что-то поменялось, но Господь хочет исполнить Свою волю в нашей жизни сегодня. И Господь, Он на этом месте. Когда, знаете, написано, двое или трое, они собраны, они ищут лица Господнего. Когда люди, они приходят пред Богом с открытым сердцем, там Бог посреди них. И сегодня мы тоже придем к этой молитве. И просто желание моего сердца, чтобы мы пришли к этой молитве и сказали, Господь, что есть воля Твоя на это время, в котором мы живем. Знаете, каждый из нас, мы находимся на разных местах. Кто-то, может, был в далеких странах, кто-то не был. Кто-то работал на работе постоянно и, может быть, никогда ни с кем еще не сказал о Иисусе Христе. Значит, я просто откровенно говорю, бывает самое тяжело рассказать о Христе тем, который близко с тобой каждый день. А кто-то, кто очень далеко, в другой стране, намного легче. Как-то почему-то нашему телу легче рассказать и утекти оттуда, и уже не надо с ними общаться. Ну, как тяжело бывает и как нужна духовная сила, чтобы с теми, которые мы встречаемся, с теми, которые мы видим на улицах, те, которые имеют проблему, мы говорим, Господь, помоги мне быть светом для этого человека, чтобы они увидели любовь Господнюю в наших сердцах. И, знаете, мы сейчас пристанем при этой молитве. Если у нас охладела любовь к людям, мы можем прийти к предболу и сказать, Господь, возобнови эту любовь, чтобы исполнять Твои воли на этой земле. Почему мы еще на этой земле? Я в это верю, что Господь оставил нас like a remnant, like a light, как эти лампочки, как эти звезды, которые еще, они светят в темноте, но они еще, может быть, очень неярко светят, но они еще светят. И покуда еще видно, покуда еще Бог будет светить и приносить еще больше людей ко спасению. И пусть Бог благословит нас в этой молитве, чтобы мы открылись пред Богом и сказали, Господь, пусть воля Твоя будет, а не моя воля. И пусть Царство Господне, оно распространится, оно may expand, may expand in our family, may expand in our streets, in our city, где бы мы ни были, чтобы Божье Царство, оно распространялось, и чтобы Его сила, она сходила, где мы находимся. Будем молиться.